Это партизаны борьбы с сатанинской системой, которая, в принципе, царит на всей земле, просто где-то сильнее, где-то меньше. А вы следите за тем, что происходит в России? Вот Екатеринбург, например, события недавние. Конечно. За Екатеринбург очень рад. Это прям невероятное что-то. Добиться референдума. Как вы считаете, вот та политика, которая сейчас складывается в России, она имеет место быть или надо какие-то изменения проводить? Политика геноцида. Во всех сферах нашей жизни абсолютная тотальная ложь и абсолютное бесправие. Я недавно сам столкнулся с законом, скажем так, у меня были проблемы с законом, административно-уголовный. И я столкнулся с абсолютным бесправимым в свой адрес. То есть Конституция, 24-я статья, пункт 2, вообще не работает. То есть ты просишь предоставить документы, связанные с твоими правами и свободными, а им просто плевать. То же самое здесь. Абсолютно понятно, что у власти находится откровенный бандит, это явно прослежено. Сейчас очень такой тренд, да, типа, а кто, а типа, а как и вы, альтернативы? Я не знаю, мне кажется, что везде выявляются какие-то люди, которые способны быть лидерами, да, и они не являются альтернативой. То, что происходит вот здесь, это, я считаю, пример для всей России. Очень жалко, что здесь не больше там 300 человек находится, это просто позор в нашей стране. Всем, кто по каким-либо причинам сюда не может приехать, это, не знаю, в общем, оправданий, ну, наверное, нет. Можно на один день приехать, на три дня, на сколько можешь, не можешь приехать сюда, потому что это общероссийская проблема. Если здесь люди не победят, это же будет означать, что мы уже нигде никогда не победим. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми, для меня честь соприкоснуться с величием моих духа в этом противостоянии, потому что, опять же повторюсь, я ничего не сделал, я просто приехал и уехал, а эти люди здесь постоянно, вот это подвиг. Эти люди пример для всей России и для всего мира, наверное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Приезжайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.